в этой видео лекции мы бы я предложила вам пообсуждать очень важный аспект в каждом проекте вы наверняка уже знакомы с проектной технологии проектным управлением видели такой термин как риски в беседе с руководителями они задают вопрос зачем прописывать риски вот нас всегда заставляют прописывать риски и мы их выдумываем и не знаем как сформулировать откуда вообще берется рисковость в проекте вот для этого нам нужно с вами вернуться вновь самое начало определение проекта и обратить внимание на его очень важную характеристику когда я вам говорила о том что проект связан всегда с получением уникального результата это его отличительная характеристика я еще раз повторюсь ли в следующем контексте уникальность результата связана с тем что мы хотим получить иное вот сегодня для нас в образовании к сожалению стерлась вот эта грань уникальности результата что я имею ввиду немного критики в сегодняшней ситуации в образовании к сожалению в образовании сегодня очень много изменений которые идут извне очень много требований к образованию и зачастую это требование не всегда связанные с теми задачами государственными которые обозначаются в национальном проекте или в программе развития образования зачастую это бывают ну так скажем корпоративные интересы вот многие руководители настолько устали от того что каждый день они ждут звонка и они поступают о том что им нужно уже вчера было сделать то-то то-то и то-то это сделать нужно быстро и нужно сделать за свои собственные деньги за свои собственные ресурсы вот это все нивелировала ситуацию когда изменение это явление нетривиальное оно не повседневное оно явление редкое что это означает это означает что нормальное управление школой это спокойная работа да то есть эта работа когда дети приходят есть расписание есть программы есть учителя есть учебники все собираются организуются так как это принято в этой школе любым образом модулями разновозрастными группами то есть технологии образовательные какие угодно но все знают что делать когда делать и как делать все знают когда будет контрольная работа все знают когда будет та или иная диагностическая процедура педсоветы которые анализируют текущую итоговую ситуацию и принимают решение управляющий совет которые обсуждают то как движется школы куда и двигаться дальше вот это нормальное управление и в этой ситуации какие-либо изменения это что-то неординарное это что-то необычное это требующее принятие решения а что у нас не так а что нас не устраивает вот в принципе все же нормально вот ситуация выхода из привычной текущей управляющей системы она безусловно для нас к сожалению сейчас не совсем привычно поэтому проект как таковой иногда вызывает некое сопротивление мы и так постоянно все меняем а в данном случае еще и проектное управление специально придумали для того чтобы мы постоянно находились в изменениях вот это не совсем так на самом деле школа может реализовывать год максимум один если она делает проекты на два-три года и начинает в год один проект то в школе могут еще два-три проекта больше ресурсов практически у школы я имею да прежде всего кадровых ресурсов практически нет то есть это так нужно соорганизовать обычную текущую нашу работу по организации образовательного процесса то есть по осуществлению собственного образования и работу по изменениям которые мы хотим привнести в деятельность образовательной организации что много проектов это невозможно это нереально хорошо бы чтобы эти проекты были еще и взаимосвязаны то есть образовывали портфель проектов чтобы один проект работал на другой проект тогда мы можем получить синергетический эффект от портфеля проектов это было бы более эффективно ну а так на самом деле мы не совсем можем говорить о том что вот существует необходимость проекта поэтому как только мы говорим об уникальности ситуации связаны с изменениями вот тогда мы говорим о том что это издав незнаемое это новая ситуация мы не знаем как будет как каков будет результат что потребуется по ходу вот издав незнаемое это всегда риск это всегда непредсказуемость ситуации которая требует принятия решения вот прогнозирование непредсказуемости развития ситуации это неизбежно и является одной составляющей проектного управления как и вы можете сделать процесс в том что это неизбежно и есть